В Ивановском историко-краеведческом музее открылась выставка «Возрождение образа». Экспонируется частная коллекция окладов православных икон. Принадлежат религиозные святыни Дмитрию Зимину, собирая три зоны уже четверть века. Сейчас в его коллекции их более 200, посетители смогут увидеть 70. Такие коллекции, они достаточно специфические и, как правило, привлекают внимание специалистов. Но мы сделали акцент на то, что человек, рассматривая вот этот оклад, он восстанавливает для себя вот этот образ. Оклады экспонируются без икон. Судьба самих изображений неизвестна. Организаторы обратили внимание гостей, что для специалистов эта выставка может стать квестом. Подписи к экспонатам могут не всегда совпадать с оригиналом иконы. Особую атмосферу в зале создал архиерейский хор Успенского собора. Под каждой ризой вместо иконы помещен белый лист. Почитатели духовных ценностей могут не только оценить искусно созданные оклады, но и представить святой лик, который был в него помещен. Сам по себе оклад на самом деле имеет очень большое символическое значение. Он символизирует свет, который исходит от иконы. По большому счету это не тварный свет, это свет Царства Небесного. И человек призван преобразиться в этом свете, измениться сам. Дмитрий Зимин рассказывает, что коллекция пополняется всегда разными способами. Некоторые оклады приносили, другие приходилось покупать. О стоимости экспонатов коллекционер не говорит. Мужчина стремится сохранить культурное наследие, которое зачастую принимают за безделушки. Люди просто избавлялись от них. И даже некоторые иконы приносили мне в мешках с черметом. И в чермет сдавали. Представляете, вот сколько они будут стоить в мешок вот этих вот икон черметь. Сто рублей их выбросили. А я их взял. Ивановцы смогут увидеть коллекцию в течение месяца. Затем она отправится в другие города региона. Заволжск, Кинеш, Матейково. В планах показать старинные ризы жителям Суздаля, Владимира и Москвы. Максим Серебряков, Анатолий Логинов, РТВ, Иваново.